КОНИЩУА Полностью все изменения сейчас смотреть не будем, конечно, потому что я этим и займусь в отдельном видео, но парочку примеров всё-таки рассмотрим. Начнём со вступления. Что ж, пришло время показать вам все изменения, коих здесь просто дофигища. И поверьте, многим из вас будет очень больно на это смотреть. Но сначала небольшое отступление. Вы хорошо играете в игры, или вы уже профессионал, но хотите на своих навыках зарабатывать деньги. Но если ты просто любишь играть и хотел бы начать работать в играх, то абсолютно непонятно, что нужно делать и куда идти. Пока что только одна компания на рынке решает эту проблему. Компания называется Legion Farm. Ребята недавно запустили программу «Профессия», «Игровой тренер» и «Контентмейкер». Данная программа рассчитана на то, чтобы человек без какого-либо опыта пришёл и просто начал зарабатывать. При этом они гарантируют стартовый доход от 1000 баксов. Средняя зарплата профессиональных игроков в Legion Farm — от 3 до 8 тысяч долларов в месяц. Сама платформа представляет из себя сервис для игры с лучшими игроками — Warzone, Apex, Destiny 2 и Valorant. В Legion Farm собраны профессиональные коучи и прогеймеры, которые входят в 0,1% лучших из лучших. Legion Farm на рынке уже 6 лет. Они взрастили тысячи топовых игроков, дав им возможность зарабатывать на игровом коучинге. Многие из них стали либо стримерами, либо пошли в киперспорт. Из чего состоит программа? Сначала вас научат топово играть. С коучами, турнирной практикой и всё такое. Затем научат, как быть классным учителем и как работать с различными клиентами. А затем сами дадут вам своих клиентов. Сотни часов тренировок и гарантия заработка — очень тяжёлый труд, поэтому программа платная. Вы можете её попробовать по подписке за 8400 рублей в месяц. А для тех, кто хочет начать зарабатывать уже через 3 месяца, ребята предлагают экспресс-пакет с гарантией заработка от 1000 баксов. Его также можно взять в рассрочку, при этом Легион Фарм будет платить её за тебя от этого момента, пока ты не начнёшь зарабатывать первые деньги. Через несколько месяцев вы уже отбиваете стоимость программы, поэтому это очень выгодная самоинвестиция. В общем, программа очень классная, так что советую. Ссылка на неё в описании. Итак, начало легенды. Игра приветствует нас кат-сценой с Джименом. С неё мы и начнём. Оригинальную версию, я думаю, помнят все. Но чтобы освежить память, запомните вот этот ключевой момент. Нам показывают цитадель изнутри, а далее идёт пробуждение Гордона Фримена. Что предлагает нам японская версия. Момент с антимасс-спектрометром и цитаделью ощутимо сократили, а далее вообще показываются новые отрывки нашего будущего приключения. Кат-сцена на игрока с Валимом. После кат-сцены на игрока сваливается новый мир, где он, соответственно, с ним ознакомливается. А также начинается постепенный ввод в сюжет. В японской версии знакомства нет, потому что сразу после пробуждения нам показывают обычный видеоряд, а далее сразу начинается геймплей в каналах. Забавно, что видеоряди не показывают, как нас спасает Алекс, как мы попадаем в лабораторию доктора Кляйнера, получаем костюм. Всё это просто тупо вырезали. Получается такая картина, что игру не просто сократили, в ней ещё и максимально сократили подачу сюжета. А поэтому на тот момент новый игрок в Японии мог просто не понять, что вообще происходит в игре, кто все эти ваши Алексы и Кляйнеры, одноногие негры какие-то. Если что можно было понять в сюжете, опираясь на эту кампанию, так это уж совсем базовые вещи. Геометрия многих локаций тоже претерпела значительные изменения, которые можно заметить уже в начале. Помещение по размерам намного меньше, зарядника нет, как и нет сцены, где глошники избивают местного гражданина. Вместо этого накидали какой-то мусор, чтобы научить игрока прыгать через него и вентиляцию. Очевидно, чтобы её проползти. Соответственно, получаем пистолет мы иначе. Уже догадались как? Поскольку это только водная часть, первые глошники стоят к нам спиной. Голубей и прочую нейтральную живность убивать, кстати, нельзя. Вся лишняя область отрезана от игрока большим ограждением. В этой версии такое будет часто, потому что у игрока стоит цель как можно быстрее пройти всю кампанию, а не заниматься каким-то там исследованием локаций. Запомнили, как выглядит железная дорога? Теперь смотрим японскую. Как мы видим, местные строители заботливо возвели мост, что лишает смысла ожидания поезда, даже несмотря на то, что он тут тоже останавливается. Также строители решили до конца доделать пол дома, да и в целом чуточку передвинуть вход. Проходим чуть дальше, ограждение отсюда удалили, и бочки с метрокопами сверху тоже. В моменте, когда мы спускаемся на железную дорогу, для удобного спуска есть платформа, когда в оригинале приходилось падать задницей на поддон. Парочка слов о поездах Альянса. В японской версии их нет. Вообще. Но пути стоят метрокопы, пока мы их всех не убьем, уровень не закончится. После их убийства идет следующая катсцена. Почему именно сейчас нам решили показать Барни и Алекс, а также предыдущие события, я так и не понял. Ну да ладно. Пропускаем моменты, где мы плескаемся в воде, болтаем с Вертигонтом и его дружком в вагончике, и сразу попадаем в пулеметную точку. Нам выдают СМГ, и в придачу две подствольные гранаты. Пулеметная точка, кстати говоря, пустая. Челлендж для игрока? Не-не-не, это не про нас, потому что мы заботимся о наших игроках. Тоннель, в отличие от оригинала, решили сделать более освещенным. Итак, мы наконец-то добрались до пулеметной точки. Нашей главной задачей является уничтожение босса, то есть БТР Альянса. Пока мы его не разберем, дальше не продвинемся. Обратите внимание на ключевое место с бочкой, задняя сторона для нас закрыта. Однако в обычной Halfway 2 данное место для нас открыто, а связано это с тем, чтобы игрок не пропустил босса с помощью уничтожения бочки. В японской версии, как бы ты ни пытался, бочку взорвать нельзя. Итак, первая глава закончена. Вторая глава начинается с показа того, как мы садимся в катер. Надо ли говорить, какую конскую часть игры мы пропустили, начав сразу в этом месте? Не стоит. Лучше обратите внимание вот на что. Что в видео, что в самой игре, катер идёт в комплекте с пулемётом. А учитывая, что видео записывается в обычной версии Halfway 2, дальше вы поймёте почему. Это интересно вдвойне. Катер это, конечно, то ещё печальное зрелище. Помните все эти внеплановые остановки, чтобы обыскать какой-нибудь тайник и найти лишние плюшки. В японской версии от всех таких элементов отказались в принципе. Из катера нельзя выйти. Вообще. А связано это с тем, что на игровом автомате нет кнопки использовать, а всякие рычаги и прочие подобные места либо вырезаны, либо адаптированы под автоматику. На ПК, понятное дело, за счётку авиатуры вылезти можно. Рассмотрим тоннель у нашего респауна. Его закрыли какой-то решёткой. Далее обратим внимание на амбар. Всё, что находится за ним, урезано. Канал стал ощутимо уже, небольшой трамплин удалили, а все деревянные мосты были убраны. Амбар теперь для нас полностью недоступен, ввиду отсутствия лестницы. Соответственно, внутри он пуст. Ещё два моста пустили под снос, а на их замену пришла деревянная конструкция с метрокопом. Трамплин из мостика впереди. Его сместили немного правее и дополнили добротным таким куском металла. Блин, вот если бы не скорость катера, которую здесь похерили по полной, кататься было бы, конечно, намного приятнее. Слева у нас опять всё закрыто досками и скалами. Справа в игре должна была быть сцена, где гражданин будет скидывать нам снарягу. Её, очевидно, вырезали, как и головоломку с трамплином, но и всё остальное, что с ней связано, тоже. Место, которое находится за токсичной мочой. Прямая дорога заметно чище, цистерну чуточку подвинули, ну и тоннель справа вместе с секреткой просто вырезали. Труба, находящаяся дальше, содержит в себе элемент знаменитой пасхалки с 13 черепами. В японской версии эта труба содержит землю. Следующее место. Типичная картина, где зону облегчили для прохождения. Трамплин слева теперь вообще не обязателен, добавили конструкции с метрокопами и бочками, и если проехать чуточку дальше, можно увидеть отсутствие БТРа на мосту и небольшие изменения слева. Ну и, наконец-то, финальная часть уровня. Барнакулов, как мы видим, тоже решили вырезать. Запускается очередное видео, где показывается очередная скипнутая часть. Теперь наша задача открыть ворота. Начинаем мы сразу внутри, и, как мы видим, два небольших помещения с плюшками внутри были вырезаны, так же, как и основа для пулеметной точки, за которой в будущем будет стоять метрокоп. Почему пулемет вырезали? А дело всё в том, что после расстрела бочек, возле которых заботливо поставили боеприпасы, запустится ещё одно видео, соответственно, возвращаться назад вам уже не нужно. Кстати, о видео и о том, на какой версии они были сняты. Чтобы не повторяться на примере этой пулеметной точки, вставлю отрезок из старого видосика. Кстати, удивительно, что катсцены записывались именно в оригинальной версии ХЛ-2. Яркий пример — это пулемётная точка. В оригинале её, понятное дело, нет. И немного отличий в зале, как раз место перед теми самыми бочками. Наша поездка продолжается. Вау! В японской версии немного очистили ландшафт и убрали деревянные столбы перед спуском. После спуска также наблюдаются очередные изменения, направленные на очистку нашего пути. Подвинули бревно слева и убрали контейнер. Хотя, скорее перенесли, потому что контейнер появляется чуточку дальше. Также то, что находится справа, решили подвинуть ближе к игроку. Место, где стоит БТР и шмаляет вас ракетами. БТРа больше нет. Нычку под ним, очевидно, пустили под откос, а ещё откуда ни возьмись появились метрокопы и со скоростью таджиков возвели для себя конструкции. Перейдём немного правее. Как мы видим, в японской версии увеличили трамплин справа, а также передвинули цисцерну. Видимо, чтобы игроки могли проползти прямо через огонь. В следующем месте с БТРом ничего критичного нет. Перестановка мостов, удаление столбов и обшивка уголков карты, чтобы игрок не вмазался туда, куда не надо. Ещё одни ворота, ещё одна высадка на сушу. На этот раз изменениям подверглась складская зона с контейнерами. Причём изменения там очень объёмные. Во-первых, изменили структуру, прилегающей к ангару территории. Пройти к ангару теперь можно намного быстрее, а соответственно и легче. Во-вторых, из самого ангара выкинули почти все контейнеры, а слева добавили лестницу. Коридор, который находится на втором этаже. Предметов намного меньше, плюс добавили лестницу, а само помещение уменьшили. Идём дальше. Помещение с зарядником из оригинала снизу. На лестницу добавили лампочку и удалили двери сбоку. И последнее. У вышки с пулемётом закрыли выход ограждения. Ну, учитывая, что карта начинается прямо в этом месте, понятно почему. Что ж, поздравляю, мы закончили со второй главой. Время двигаться дальше. Финальной битвы с боссом-вертолётом не будет, как и не будет восточной чёрной мезе. А значит, нас ждёт Ревенхольм. Место, где при первом прохождении многие игроки бросали игру от страха. Настолько было жутко. Что же нас ждёт в японской версии? Отсутствие гравипушки. Это просто пиздец полный. Во главе, где игрок буквально должен знакомиться с этим устройством в боевых условиях, этого устройства просто нет. Давайте перейдём к отличиям. Первая карта Ревенхольма. В японской версии, чтобы игрок никуда не убежал, решили поставить дверь. Следуя дальше, можно заметить, что проход слева тоже закрыт. Видимо, чтобы игроки не теряли время на исследовании локаций. Далее можно заметить отсутствие оторванной нижней части зомби, висящей на дереве. Это неспроста. Вообще, это важный аспект касательно всех жестокостей в игре. Ввиду введения цензуры, в японской версии очень многие элементы переделали. Живот у зомби закрыли, теперь органы там не торчат на виду, а пулевые отверстия смотрятся так, как будто это не зомби, а просто какой-то кирпич. Кровавые пятна на картах в основном либо убрали, либо изменили цвет крови, чтобы смотрелось не так жестоко. То же самое касается расчленённых тел, которые просто вырезали откуда только можно. А ту же самую зомби-дробилку так и вовсе сделали беспонтовой фигнёй. Ну посмотрите на это, это просто срань какая-то. Идём дальше. Очередное место с небольшими изменениями. Убрали ракету с хиткрабами, всякий мусор и добавили ящик с патронами. Помещение зомби резкой. Из-за того, что их откровенно испоганили, комнату решили сделать пустой. Это же касается и следующей комнаты, где находятся и зомби, и бочки, да и куча всего другого в общем. Встреча с Гришкой-пассатишкой. В данном месте обратите внимание на крюки точёные. На них отсутствуют трупы зомби. Также за всей этой горящей кучей в оригинале находится вход в здание. Поскольку в японской версии эта карта заканчивается в этом месте, после убийства всех зомби, тут поставили обычную стену. Однако возможность перекрыть газ и избавиться от огня осталась. А вот как раз в этом моменте огненную ловушку решили вырезать. Как уже говорилось, карта заканчивается намного раньше, чем в обычной версии. И более того, показывают мультик, где мы получаем трабаш, и нас сразу же перекидывают к концу Ревенхольма, где нужно сопровождать Гришку. Все остальные уровни пошли в утиль. Последний уровень внешне почти полностью аналогичен оригинальной локации. Вон, если присмотреться, можно увидеть побольше досочек. Однако в плане геймплея, концовку главы решили сделать здесь, рядом с этими ядовитыми ребятами. То есть, они даже конец главы обрезали, и это тоже неспроста. Дело в том, что конец Ревенхольма плавно подводит к поездке на баги, а в японской версии этой поездки попросту нет. Да, ее полностью вырезали, оставив только финальную карту поездки с маяком. Я даже не знаю, что сказать. Это печально. Вот такие вот отличия, друзья. Пока на этом предлагаю закончить. Понятное дело, что это только первая часть, контент-то тут навалом, так что будут и еще. Главное, лайки ставьте и в комментариях что-нибудь пишите. Например, впечатления от этих замечательных отличий. В любом случае, любая активность приближает выход новых видео. Бустеры, и в этот раз огромное спасибо вам за вашу поддержку в эти нелегкие времена, а также донаторам со стримов тоже. Увидимся на стримах, кстати, всем пока и удачи!